МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам у нас сегодня экспериментальный спектакль. Мы впервые ставим спектакль для взрослых 16+. Так что очень надеемся на вашу благосклонность. Ну, вообще, было бы интересно узнать, попали ли мы с выбором пьесы, насколько она сейчас актуальна и насколько тронула ваши сердца. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я встаю одна, и ты опять нашел, не вела причин уйти. И в плен и потерь я одна теперь. Как же мне тебя простить и отпустить? Лени, скажите этой даме, чтобы она разъединялась. Ну, как тетрадь, и стал, не смог меня предать, крылья мне сломать, тот, кто поднялся и научил летать. Не надо, ни слов, ни слез, не надо. И сломать, и беда до дня. Любовь, как бомбия волна. Больна, никогда не права. И жалости потеряна. А сердце ноется в тоске. Как будто рвется на куски. Актриса говорит со своим возлюбленным по телефону. Вот. И единственное, что их связывает, это голоса. И она хочет почувствовать теплоту этого голоса, несмотря на расстояние. Для нее даже вот телефонный провод, через который идет голос, он передает тепло этого человека. Мы создавали этот спектакль двумя коллективами. То есть нашим театром, именно по зрителям. Это для нас такая первая экспериментальная работа для взрослых. Мы даже обозначили 16 плюс на афише. И к нам подключился еще театр песни «Легрант». Непосредственно руководитель Геля Самсонова. Она у нас озвучивает лейтмотив. Звучит две песни. Две песни 70-х прошлого века. Ти песни исполняла «Долида». У нас исполняет Геля Самсонова в русском переводе. И текст, и музыка, и напряжение, драматизм этих песен, оно именно как вот такая путеводная нить, лейтмотив, спектакль. Подожди, 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 я знаю, прости меня, прости меня. Ну, как общаться с телевизором? Все равно телевизор, вот в своем материальном воплощении, у него есть экран. Ты до него дотрагиваешься, он плоский, он излучает какой-то свет. Невозможно с телевизором за руку поздороваться, невозможно как-то с ним вести диалог. Даже есть такие передачи, где пытаются с детьми через экран вести диалог, но это, мне кажется, все равно такая имитация диалога, иллюзия. А здесь можно что-то предложить герою, который у нас на сцене. У нас очень много спектаклей интерактивных, поэтому идет общение. Можно пообщаться с актерами и с куклами после спектакля. Приходят ради общения, ради обмена чувствами. Когда в зале ты не один, а несколько зрителей, которые вместе с тобой переживают, вместе с тобой хохочут или вместе с тобой боятся. Это такое вот коллективное переживание. Оно, мне кажется, дает какие-то очень необычные ощущения. Мне кажется, ради этого ходят в театр. И ты мне что-нибудь говори, говорил. Твой голос звучал точно так, как сейчас звучит, по телефону. Мне было сложно, потому что это максимально драматическое. И тут должна быть героиня, которая постоянно... Ну, я не знаю, Жанка, кто, наверное, ненавидел своих актрис, с одной стороны, и любил, с другой стороны, потому что он писал для них. Потому что это такой тяжелый материал, где тебе нужно постоянно, не без абсолютной истерики, перед не переходя в бабский плач, просто проститься со своей любовью и простить ей. Ну, все простить и отпустить, и себя простить за все это. Мне кажется, что спектакль, в котором страсти, да, и слезы, и все такое, ну, он не вызывает ответную реакцию. Не вызывает. Когда человек вот на надрыв вот так вот играет, да, он проживает это, но не думает о нас, о зрителях. Поэтому мы это бы не прожили. Хотя тема понятная, близкая, все как бы это. Меня уносит туда в другую сторону, потом возвращалась, но в паре моментов моего выпадения. И, в общем, меня уводило в юмор какой-то. Хотя юмор... Вообще не хватало, мне кажется, юмора. Я растерзана, я измочена, Пьюсь, как птица остекла. За что ты так со мной? Не надо, ни слов, ни слез, не надо. Я словно выпитана до дна. Любовь, как боль, и я больна, больна. Никто боль не надо. Ни рая, мне не надо. А сердце моё на засвет, как будто ты.